Что там с этим Сефиаддином, Хишамом Сефиаддином, который типа преемник насрал, и вот вроде уже его ликвидировали, вроде еще не ликвидировали, тебе что-то известно по этому поводу? Пока мне неизвестно, что его ликвидировали. Я не скажу пессимист, я стараюсь быть консервативным в своих пожеланиях, но надо очень надеяться, что до него доберутся. Если уже это прекрасно, если в ближайшем будущем тоже не так плохо, если он возьмет пример с Али Карки, командующего Южным фронтом Хизбаллы, до которого не смогли дотянуться буквально за несколько дней до Насралы, но дотянулись вместе с Насралой, я думаю, что и такой исход будет правильным. Но если серьезно, Хашем Сефиаддин это очень серьезная фигура, существенная фигура в руководстве Хизбаллы. Это реально второй номер политического, скорее, но и военно-политического характера, причем реально второй номер не по званию, не по формальной должности, потому что по формальной должности это другой человек. Так вот, Шейх Касым, он накопил богатый опыт, у него есть авторитет, у него, надеюсь, хотелось бы говорить о нем в прошедшем времени, но тем не менее, у него есть серьезный авторитет, у него есть богатый практический опыт руководством организации и принятием решений. То есть, это тот человек, которого принято считать сильным руководителем, довольно авторитетным и, конечно же, без связи с тем, что любой активист Хизбаллы высокопоставленный в идеале должен быть устранен. В данном случае это та ситуация, когда желательно устранение ради того, чтобы организация хуже функционировала, просто и прямо. Ну вот вчера в районе 19 часов 40 минут стали поступать сообщения из Ливана, ливанские СМИ сообщали о том, что он ликвидирован. Пока официально ЦАЛ это не сообщал, и официально Хизбалла это не сообщал, ну то есть у нас есть только информация из ливанских медиа. Может, они тоже желаемые действительно выдают? Может быть, а может, они просто тоже не могут добраться до тела, то есть неизвестно пока, пока нет подробностей. Ну а насколько, на твой взгляд, вероятно, что Иран сейчас просто подключит Хизбаллу к стационарному кабелю, то есть реально Хизбаллой и всем процессом ее восстановления будут тупо управлять иранские генералы, а не кто-то там местный из Ливана, у которого нет, конечно же, такого опыта, как у нас РАЛ. Давайте для начала о действительном, а не желаемом, насколько я понимаю, в том числе из последних минут новостей. Ну, во-первых, подтверждено уничтожение еще сегодня подтверждено, а вчера было вечером реализовано уничтожение Набилия Каука. Это, конечно, не Сафи один, но это один из, скажем так, топ-шестерки военно-политических руководителей, человек, который, кстати, был на слуху у многих израильтян, которые следят за прессой, за заявлениями на протяжении десятилетий, за заявлениями официальных лиц Хизбаллы. Это один из нескольких тех, кто светился, в отличие от Шукра, в отличие от Акеля или Карки, высших военных командиров, высшие военно-политические командиры, в большей степени политические, близкое окружение Насралы, члены исполнительного комитета и так далее, они светились, и один из них точно, это Набиль Каук, точно уже не с нами, и это важный почин. Еще один важный, вернее, не почин, а важное дополнение к ликвидации Насралы, буквально в последние минуты армия дала определенную отчетность по поводу того, кто был ликвидирован с ним вместе, вернее, тех, кто был ликвидирован с ним вместе, и это очень впечатляет. То есть у нас есть, кроме иранского генерала, командующего корпусом подразделения КУЦ в Сирии и Ливане, причем генерал Ливанский ранее он занимал, насколько я могу судить, из официальных сообщений иранских информационных агентств, он занимал должность заместителя командующего корпусом Стражи Исламской Революции, одного из, и начальником оперативного управления корпуса Стражи Исламской Революции. Кроме вот этой примечательной личности уничтожено более 20, вместе с Насралой и Карки уничтожено не менее 20 террористов Хизбаллы, большая их часть это высокопоставленные командиры, в том числе ближайшие советники Насралы, люди, причастные непосредственно к руководству организаций, начиная от начальника службы охраны Хизбаллы, который, собственно, обеспечивал безопасность Насралы, и, видимо, благодаря решению которого Насрал оказался в том самом роковом для него месте, и ближайший советник Насралы, глава отдела кадров, ответственный за огневое поражение. В общем, этот список можно будет сейчас изучать, и я не уверен, что он полный. И этот список как раз добавляет к тому, что в заметной части руководства Хизбаллы, в заметной части обезглавлено военное руководство. Это не значит, что срочно не возникнут заместители, это не значит, что срочно Иран не даст все или иные советы, но то, что действующие командиры военного, а сейчас уже потихоньку военно-политического характера, вы были из игры, причем в огромном количестве, и в оптом, и в розницу, раньше в розницу, а последние недели с 20-го числа и оптом, то это, безусловно, очень серьезный результат в плане дезорганизации и утери возможностей командно-административных. Иранцы всегда были причастны к руководству Хизбаллой напрямую, но в большей степени в качестве советников. Вот такое вот непосредственное сопровождение, тот же генерал иранский, яркий тому показатель, с ним делились, как и с послом Ирана, который лишился глаза. Естественно, они давали свои рекомендации, иногда эти рекомендации ближе к указаниям, но важно понимать, Хасан Насрала за последние годы приобрел такой важный статус в глазах Ирана, что он не был тем человеком, которому просто примитивно приказывали и указывали на его место. Он воспринимался за многом, причем на самом высоком уровне, я имею в виду раньше Косемом Сулеймани, а после гибели или уничтожения Косема Сулеймани, командующего корпуса КОДС в 2020 году, воспринимался в прямом смысле как почти равноправный союзник самого высокого уровня, самая главная фигура. Поэтому отношения с ним носили несколько иной характер, не как с какой-нибудь третьестепенной милицией в Ираке. И мне вообще сложно представить ситуацию, как иранцы издалека руководят Хизбалой. Во-первых, опять-таки, тут нет такого прямого командования, не было изначально, в принципе. И руководство на дальнем, вот таком вот далеком режиме, при помощи, я не знаю, красного телефона, это не то, что годится для дела во время войны. Тем более, это не то, что годится для дела, когда масса руководителей командиров Хизбаллы вообще выбыли из игры. И, собственно, а кому ты по телефону? Это кто? Майор, который займет, ну я сейчас буду оперировать армейскими званиями, майор, который занял должность, генеральскую должность, ждет звонка из Тегерана, майор где-нибудь Бинджбелле, ну или где-нибудь на юге Ливана, ждет звонка из Тегерана, как ему себя вести. Мне сложно такое предположить. Однако оставшиеся в живых руководителях Хизбаллы, причем, надеюсь, процесс по их уничтожению продолжится. Это, в первую очередь, представители вот этого политического крыла и ряд отдельных военных. Там, кстати, есть еще несколько знаковых фигур, можно было бы даже к кое-кому из них вернуться, особенно к одному особенному человеку. Так вот, сложно предположить, что прямо будет такое ручное руководство Ираном, я не верю. Но то, что будут к иранцам обращаться за советами, что иранцы будут проталкивать какую-то свою позицию, это нельзя исключать, мягко говоря. Вопрос, кому это еще обращать, потому что сегодня в цепочке принимающих решений в Хизбалле образовалась даже не брешь, а огромный провал, в прямом смысле слова. Но то, что сейчас происходит, вот мы видим обстрелы Севера, это курица, которой отрезали голову, и она продолжает бежать по инерции, или все-таки там какие-то остатки как-то объединились, мобилизовались и начинают какое-то организованное противостояние Израилю? Я бы не называл это остатками. Израиль уничтожил огромную, заметную часть командования Хизбаллы, можно сказать, особенно со средней категории, высшей категории. Но боевики, низшие командные составы боевики остались в значительных количествах. Боевикам-то потери, я имею в виду рядовым, нанесены не очень значительные. Но если мы говорим о всем, что было до эскалации, до биперов, то количество убитых еле-еле достигло в Хизбалле 450 человек. Это с трудом 1% от боевого состава линии первой. Вот с биперами началось все гораздо хуже. С биперами, судя по всему, в безвозврат и в полубезвозврат. Полубезвозврат, я называю, ну если кто-то лишился, скажем так, глаз, рук, руки, не буду говорить еще какого хозяйства, то человек может перейти, скажем так, на офисную работу с полевой. Так вот, до полутора тысяч оценка ушло в безвозврат и в полубезвозврат. Это очень тяжелый удар и уже количественный. Причем по важным должностям и важным обязанностям. Ну и далее пошло по руководству. Так вот, у Хизбаллы, и не стоит ею пренебрегать. То, что мы не видим обстрелов Тель-Авива, например, и центра Израиля, ну почти, за редким исключением, на мой взгляд, это либо следствие определенной паники, то есть, ну вот, некому сейчас было принимать решение, поэтому они остерегаются, либо это осмысленное решение. Они очень, судя по всему, до сих пор опасаются большой по-настоящему войны, несмотря на то, что Израиль в плане бомбардировок перешел почти все границы. По, на мой взгляд, единственную границу, которую Израиль не перешел еще, это район Дахе, мне еще не начали его сносить, в заметном смысле слова. То есть, сегодня в Дахе уничтожаются конкретные лица и уничтожаются склады с вооружением, но не уничтожаются все здания, причастные к Избалле. Что, кстати, происходило в 2006 году. С точки зрения бомбардировок, Израиль во всем остальном, на мой взгляд, перешел все границы, плюс-минус. Ну и, может быть, еще в больших городах наподобие Тира тоже подобного не делается. И, конечно же, сухопутная операция. Так вот, в Хизбалле этого всего боятся, понимают, что те, кто остались в Хизбалле, именно поэтому не стреляют туда, куда могли бы. Я уверен, что стрелять они могли бы. Все понимают, что, несмотря на уничтожение десятков процентов их ракетного потенциала, у них есть десятки тысяч ракет. И у них есть ракеты, которые способны достать центры Израиля и юга Израиля. В небольших количествах они их могут запустить, чуть больших, но технически эта возможность есть. И есть не уничтоженные, в отличие от ракет, десятков тысяч, десятки тысяч боевиков не вышли из строя. Более того, у них, в принципе, существовали те или иные приказы автономного характера, я думаю, по крайней мере. Так что, возможности у них есть. Их возможности пострадали и по количеству, и по качеству. Я думаю, что те разговоры, которые были раньше о нескольких тысячах ракет в кратчайшие сроки, даже не в один день, а несколько тысяч ракет короткого радиуса в кратчайшие сроки, сегодня это им не по силам. Но у них, в принципе, запасы большие, остались и пусковые установки, и сотни ракет в день по югу страны они посылают даже сейчас. Так что, проблемы с организацией... По северу страны. По северу страны, безусловно. Проблемы с организацией, с командованием, со связью и с запасами, арсеналом у них очень и очень существенны. Но трубить победу еще рано, и мы можем столкнуться с заметной частью того, о чем с опасением говорили и до войны. Это массированные обстрелы, обстрелы на глубину. Весь потенциал Хизбалы не уничтожен, а даже уничтожив 50% по неким важным направлениям, ты должен понимать, что остаются еще остальные 50%. Ну да, но, тем не менее, как ты оцениваешь вероятность наземной операции в ближайшие дни? В ближайшие дни, может быть, или не совсем дни, но тут это классический случай политического решения и неизвестных нам определенных составляющих. Есть объективные, субъективные оценки разного рода. Например, моя субъективная оценка, субъективная, подчеркиваю, что без существенной сухопутной составляющей результат, искомый результат, искомого результата добиться не удастся. И поэтому желательно, а если так, если прийти к этому выводу, то желательно предпринять действия в оптимальные сроки. Ну, то есть, скажем так, не тянуть так долго, пока, если ты хочешь, те, кто принимают решение, считают это необходимым, тянуть время слишком долго нельзя, хотя бы потому, что на определенном этапе международное давление станет сильным. Одно дело, если ты начинаешь и ставишь перед фактом, в том числе и другие государства, другое дело, если ты тянешь, и на каком-то этапе оказывается, что ты хочешь, но уже поздно. А вот если никто не хочет особенно, а есть такое ощущение, что особенно не хотят, и я это ощущение понимаю, почему. Потому что сухопутная операция – это тяжелые потери, это потери для нашего тыла, это международное давление и тоже достаточно неопределенные перспективы после этой операции. Хотя кое-какая определенность есть, то тогда тянется время, тянется в хорошем или в плохом смысле слова, в ожидании того, что Хизбалла пойдет на попятные, и международные советники, международные посредники что-то да придумают. Значит, Хизбалла при этом, Хизбалле пока мест еще наносятся очень существенные удары. Здесь благодаря прекрасной работе разведки в отношении банка целей Хизбаллы и по личностному фактору, и по складам. Но здесь важно понимать следующее. Со временем банк целей постепенно становится менее существенным по определению. Важные цели ты уничтожаешь, важные цели новые находить все сложнее. Важные, подчеркиваю, не какие-то третьестепенные, как мы раньше любили говорить, сарай и дюны. Далее, расход боеприпасов высокоточных, если это по важным целям с воздуха, то все прекрасно. Длительный расход день за днем по много сотен, если не сказать, а иногда и тысячи боеприпасов в день по целям второстепенным. На каком-то этапе наступает лимит. И представьте себе, что вот продолжаются ракетные обстрелы даже с севера, а не только центра страны. Удары Израиль наносит, но они становятся все менее чувствительными. На каком-то этапе ситуация начинает выглядеть патовой, а противник все равно отказывается договориться на устраивающих Израиля условиях. И вот в этом случае еще более становится необходимым решение о сухопутной операции. Но если к этому решению будут идти слишком долго, оно либо не будет реализовано, либо будет реализовано с разными минусами. Но это мой субъективный взгляд. В любом случае, Израиль демонстрирует готовность определенную и достаточно серьезную пойти на этот шаг, если не удастся добиться в ближайшее время неких результатов. Это отношение должно быть, кто бы был за в большей степени или против, но если на этот шаг идти, то слишком долго с ним тянуть нельзя, потому что это будет весьма проблематично. Но все-таки решение о сухопутной операции Израиля, оно зависит от действий Хизбаллы сейчас? Оно зависит от того, ведет ли Хизбалла, начинает ли она обстрелы центра страны или нет? То есть, грубо говоря, нужен ли сейчас еще какой-то дополнительный какой-то повод для того, чтобы входить в Ливан? На мой взгляд, если рассматривать ситуацию в вакууме, то повода никакого не нужно и не должно быть так, что это зависит от действий Хизбаллы. Поводы, причину Хизбалла дала 10-8 октября прошлого года и массу поводов и причин дала в дальнейшем. Чего стоит такой повод, как гибель 12 детей и подростков в Маджашанце и так далее? То есть, это если о поводах и причинах и осознании Израилем, что это необходимый шаг. Если нет твердого осознания, что это необходимый шаг, то с ним будут тянуть. Если это осознание есть, но считают, что нужен еще какой-то повод и причина, то в самом деле то, что вы отметили, могут ждать обстрела со стороны Хизбаллы. Хизбалла обстреливают какого-нибудь болезненного укола со стороны Хизбаллы. А тут, если цинично рассуждать, к сожалению, как бы это больно ни было, но ведь обстрелы не могут быть бесконечно со стороны Хизбаллы и довольно слабыми, и не приводить никаким последствиям бесконечно. К сожалению, бесконечно такое продолжаться не может. И тогда Израиль вроде бы получает дополнительный повод. Причем и тех, кто внутри Израиля высказывает сомнения, и за рубежом. Вот смотрите, что происходит в результате обмена ударами. Я считаю, что такой подход был бы неверный, но он легитимный. В любом случае, видимо, такие подходы неоднократно использовались. Что делает Реалполитик? Как ты относишься к идее создания санитарной зоны на юге Ливана? Вот, типа, вот как когда-то сделали в Кунейтре, вот, Либерман выдвинул такую программу, вот, снести там все, уничтожить все строения, всю зеленку, все, сделать такую санитарную полосу, которая будет просматриваться, простреливаться. Вот, ну, во-первых, с точки зрения военной целесообразности, насколько это нам принесет безопасность. Ну, во-вторых, ну, я не знаю, сносить такие довольно большие населенные пункты, как тот же Бинчбель или там Арджаюн или там что-нибудь еще. Ну, вот, по ливанским данным, уже там где-то около миллиона беженцев из Южного Ливана. Как вот ты себе, как мы себе это можем позволить с точки зрения международного общественного мнения, да и вообще с точки зрения нашего проживания здесь, на Ближнем Востоке? Вот, что ты думаешь по этому поводу? Ну, во-первых, Арджаюн точно сносить не надо. Это христианский город с христианским населением, и враждебность Израилю в целом они не проявляют. Но если серьезно, ситуация, во-первых, нужно рассматривать ситуацию в контексте того, что произойдет. Значит, если удастся в результате серьезнейших военных ударов, я имею в виду ущерба, нанесенного Хизбалле, а далее некого, неких договоренностей, после того, как Хизбалле будет нанесено существенное поражение, обеспечить ситуацию, безопасную ситуацию для севера страны, и подчеркиваю, не только севера страны, для Израиля в целом, без необходимости создавать зону безопасности в Южном Ливане, то почему бы и нет? Но исключать создание некой зоны безопасности ради того, чтобы решить важные тактические задачи. То есть, например, отбросить средства поражения короткого радиуса от нашей границы, вплоть до противотанковой управляемой ракеты, которыми расстреливают дома Метули в прямой видимости. Например, вот вам такой пример. Или Бурканы, например. Те же Бурканы, кстати говоря, это тяжелая ракета короткая Буркана, или Фалаки, которые до 10 километров, что просто не долетел до Кириадшманы, к примеру. Правда, что, конечно же, у противника найдутся ракеты несколько иные, которые полетят на 15-20 и так далее километров. То есть, решение, зона безопасности может быть частичным решением. Безусловно, скажем так, ряда проблем в частичном решении. И в любом случае, эта зона безопасности создаст давление на противника на ливанскую сторону. Во-первых, многие жители той зоны, где я сейчас не говорю о полном разрушении и так далее, тут автоматически окажется, что жители многих населенных пунктов ливанских, в случае создания этой зоны, либо вообще не вернутся в свои дома, либо если вернутся, жизнь им будет невесела. То есть, это будет серьезнейшее давление на Ливан и на Хизбаллу. Я имею в виду именно население, то, что с ним произойдет в результате того, что это будет под израильским контролем. Тут сложно говорить по поводу какого-то тотального разрушения, тотального изгнания. Это не тот случай, скорее всего. Мы говорим о практике. Но практика, такая практика, когда определенная зона контролируется, и, естественно, сами по себе жители и уйдут, многие из этих, если не уже ушли из этих населенных пунктов, она очевидна, она может принести определенную пользу. Естественно, у нее есть минусов хватает. Это нахождение на вражеской территории, это, естественно, постоянные столкновения, это международное давление. Но мы должны, в конце концов, сделать будем выбор. Если окажется, что для более безопасного существования жителей Севера, проживания, несуществования, это неправильный мер, нельзя предпринять иной мерой, кроме как создания на какое-то время этой зоны безопасности, значит, на него нужно пойти. Вот тут мы всегда должны помнить, мы обсуждаем разного рода плохие решения, но плохие по определению, к которым никто не стремился изначально. Но всегда есть наименьшее зло. Если выбор состоит в том, что боевики возвращаются в Маруна-Рас и находятся в 20 метрах от израильских домов, даже если Хизбалла очень ослаблена, но они находятся в 20 метрах и могут перепрыгнуть в забор или выстрелить из РПГ, а про какой-нибудь буркан я уже не говорю, так ради того, чтобы ничего подобного не было. Значит, Маруна-Рас должен быть занят израильскими силами надолго, настолько, насколько понадобится, сказать, что это то, к чему стремились еще год назад и о чем мечтали. Нет, конечно, но нужно делать выбор. Дело идет о жизни и смерти. Дело стоит на повестке дня вопрос жизни и смерти.